Здравствуйте! Вы смотрите программу Де Факто. События и происшествия Гомельского региона в материалах наших корреспондентов. Взаимодействие должно быть эффективным. Представители милиции обсудили с журналистами аспекты сотрудничества. Выпил пиво? Не подходи к огню. Рогачевские спасатели уберегли от гибели жителей райцентра. А также «тише едешь, дальше будешь». Любимые нарушения водителей и результаты совместного рейда с ГАИ. Аспекты сотрудничества с журналистами обсуждались во время проведения учебно-методического сбора управления внутренних дел Гомельского облсполкома. На базе санатория «Чонки» руководители ведомства, а также представители других правоохранительных структур рассмотрели вопросы эффективности и оперативности взаимодействия со средствами массовой информации. Встреча такого формата очередная для сотрудников управления информацией Министерства внутренних дел и, можно сказать, первая в копилке опыта пресс-службы УВД, отвечающей за взаимодействие с журналистами. О необходимости и значимости семинара говорит состав участников. Всего около 60 человек, половина из них – редакторы и корреспонденты республиканских, городских и районных газет, редакции телевидения и радио. Главная цель – обсудить вопросы взаимодействия, повысить его эффективность. Мы в этой связи являемся основными поставщиками информации, потому что в первую очередь люди обращаются к нам и реагируют. И вот этот тесный контакт между сотрудниками милициями и журналистами, он обуславливает достоверность предоставляемой информации, скорость предоставляемой и эффективность отражения реальных событий, которые действительно произошли. Для читателя или телезрителя из Гомельской области важно, чтобы информация была актуальна и отражала события или проблемы локального уровня. Как сделать информационные поводы привлекательными для журналистов и при этом затронуть интересы аудитории – один из основных пунктов, на котором заострили внимание участники семинара. Речь заходила и о современных средствах передачи информации. Сегодня нужно не только заполнять сайты востребованным контентом, но и распространять информацию через страницы в социальных сетях. Достоверность информации, которая появляется в прессе, в немалой степени зависит от оперативности работы госструктур. Безусловно, это определено в первую очередь постоянным возрастающим потоком информационным, который мы видим, который мы видим в интернете. И пользователям, читателям, слушателям порой нелегко выбрать именно нужную информацию. И это самая главная задача, которую должны выполнять, которую должны ставить и выполнять сотрудники пресс-службы УВД. Программа семинара была насыщена. С докладами выступали и представители правопорядка, и сами журналисты. И в принципе, еще раз прозвучала старая истина. Чем выше уровень взаимодействия, тем оно эффективнее. А для этого необходимо постоянное и конструктивное общение представителей прессы и работников правопорядка. Кстати, наиболее отличившиеся в этой области удостоились дипломов и благодарностей. Итоги служебной деятельности за первое полугодие подвели работники Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области. За шесть первых месяцев 2015 года в ведомстве было выполнено на 30% исследований больше, чем за предыдущий аналогичный период. Общее количество экспертиз, которые в первом полугодии пришлось выполнить сотрудникам комитета, более 30 тысяч. Среди них судебно-медицинские экспертизы. Их доля самая большая, почти 60%. Затем идут криминалистические, судебно-психиатрические, специальные и технические экспертизы. Рост количества проведенных исследований закрепился в этом полугодии на отметке в 5,2%. Что объясняется активизацией работы специалистов комитета, увеличением количества обращений по проведению экспертиз со стороны правоохранительных органов и увеличением заявлений от населения наказания услуг. С начала года специалистами Госкомитета было выполнено около 400 платных исследований. В бюджет перечислено более полумиллиарда рублей. Главным итогом нашей работы за первое полугодие, я считаю, то, что значительно удалось сократить количество экспертиз, выполняемых срок до одного месяца, что, конечно, повысило оперативность действий правоохранительных органов и Следственного комитета, и Министерства внутренних дел. Ну и, естественно, и качество выполняемых экспертиз также мы сумели обеспечить в этом полугодии. Современный человек живет в условиях постоянного риска. Опасность может поджидать не только на дорогах, но и, как показывает практика, даже дома на диване. Ведь все наши риски в первую очередь обусловлены нашим поведением, способностью к самоконтролю и уровнем внимания. Банальное пренебрежение правилами пожарной безопасности каждый год только в Гомельском регионе уносит по несколько сотен жизней. Причины – неосторожное обращение с огнем и бытовыми приборами, сопутствующие факторы – пристрастие к алкоголю и табаку. Возгорание в Рогачеве, произошедшее на прошлой неделе, – подтверждение вышесказанному. Находясь в глубоком похмелье, житель райцентра едва не угорел в собственной квартире. Мужчина уснул, забыв отключить газовую конфорку. В итоге сделать за него это пришлось сотрудникам МЧС. Они перекрыли газ во всей квартире, а виновника возгорания эвакуировали из помещения. Мужчина остался жив лишь благодаря своевременному обращению соседей и оперативной реакции спасателей. Причиной пожара стало следующее. Гражданин поставил на плиту еду, забыл про нее, шел в комнату и благоверенно заснул. Находился в состоянии алкогольного опьянения, по данным работникам скорой медицинской помощи. Произошло, конечно же, возгорание, задымление кухни, закоптились стены, потолочное перекрытие. Поэтому необходимо напомнить гражданам, небеспечно относиться к газовому оборудованию, берегите себя и своих близких. Инспекторы природоохраны пополнили свой послужной список еще одним крупным задержанием. К административной ответственности был привлечен нигде не работающий гомельчанин, промышлявший незаконным ловом речной рыбы. За неполные 4 часа ночной рыбалки браконьер поднял 20 килограммов рыбы. 56-летний житель областного центра свои 6 сетей поставил на затоне реки Сошни, подалеку от детского лагеря Боровая в Гомельском районе. По словам задержанного, первую сеть он поднял примерно в 3 часа ночи, последнюю под пристальным наблюдением природоохранников в 7 утра. Среди браконьерских трофеев порядка полутора сотен хвостов ценных речных пород – ясь, судак, красноперка. Всего же с начала этого года сотрудниками инспекции выявлено и пресечено более 130 нарушений правил рыбной ловли. По 20 фактам возбуждены уголовные дела. Ущерб природе оценивается в десятки миллионов рублей. Последний случай – не исключение. Кроме юридических последствий, нарушителя ждут серьезные финансовые потери. Вред, причиненный окружающей среде, составил 235,3 базовой величины или 42,5 миллиона белорусских рублей. Своими действиями данный гражданин нарушил правила ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, утвержденные указом президента Республики Беларусь номер 580. На место вызывалась следственная переселенная группа Гомельского РОВД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 281 УК Республики Беларусь. В ГАИ установили причину аварии под Речицей, в которой два человека погибли и три получили травмы различной степени тяжести. На пересечении загородных дорог столкнулись два легковых автомобиля. Один из них ехал по главной, другой выезжал со второстепенной дороги. За рулем иномарки, которая не имела права преимущества на проезд, находилась гражданка Украины. Справа от нее сидела мать, а на заднем сиденье – шестилетний сын. Выезжая на трассу Октябрьский, парич и речица. Водитель автомобиля Рено Калиос должна была обязательно остановиться, убедиться в отсутствии транспорта и только после этого продолжать движение. Однако несоблюдение этих элементарных требований и привело к трагедии. После совершения маневра в иномарку врезался «Фольксваген», в котором находилось два человека. Обе машины оказались в кювете. Водитель и пассажир «Фольксвагена» получили травмы и были госпитализированы. А вот граждане Украины, 29-летняя женщина и ее 55-летняя мать погибли. Водитель на месте, пассажир в больнице. Шестилетний ребенок, который находился на заднем сиденье, выжил. Он сидел в автокресле. По факту автокатастрофы проводится проверка. Следственные органы уже связались с родственниками погибших. Предварительной причиной совершения дорожно-транспортного происшествия стало то, что водитель автомобиля Рено Калиос нарушила требования дорожного знака «Движение без остановки запрещено» и выехала со второстепенной дороги на главную, где совершила столкновение с легковым автомобилем «Фольксваген Пассат». Совсем недавно в сети появились фото еще одного шокирующего ДТП, в котором грузовик из-за безрассудного маневра автолюбителя кузовом придавил легковой автомобиль, двигавшийся во встречном направлении. Авария произошла на пересечении трасс Светлогорск, Сосновый Бор и Октябрьский, Паричи-Речица. Виновником аварии, как выяснилось, стал водитель «Фольксвагена». И как в предыдущем случае, он тоже проигнорировал требования знака «Стоп», в результате чего выехал на главную дорогу и протаранил автомашину газ. От удара грузовик вошел в неуправляемый занос и опрокинулся на встречный легковой автомобиль. Иномарки восстановлению не подлежат, в аварии, к счастью, никто не пострадал. Продолжая тему, статистика нарушений ПДД в Гомельской области шокирует. За минувшие выходные их количество приблизилось к трём тысячам. И это только те, которые были выявлены инспекторами ДПС. Согласно проведенному анализу, больше всего водители не любят придерживаться ограничений скорости. Часто они пристегиваются ремнями безопасности и садятся за руль без водительских удостоверений. А также не любят уступать дорогу пешеходам и ездят под шофе. В том, что ситуация на дорогах и вправду напряженная, смогла убедиться съемочная группа де-факто. На днях мы отправились совместно рейд с сотрудниками ГАИ Гомельского района. И воочию убедились, каких усилий стоит работа по обеспечению безопасности. Цель нашего рейда – нетрезвые водители. Едем в отдалённые глубинки Гомельского района. Через большие и малые населённые пункты. Мобильный пост в Зябровке, первая остановка маршрута и сразу букет нарушений. Игнорирование ремней безопасности, просроченный техосмотр. Настроение. У меня? Да. Паршиво. Я понимаю, да, на скорости то другое, да, ремень, это... Как раз-таки вот на маленьких скоростях он не пригодается? Да, он бывает по-разному. Сельская местность нередко кишит нарушителями. Но во время нашего рейда особо злостных так и не встретилось. Те, кто пренебрегал правилами, сразу пытались исправиться. Привязывайся, дед. Особый контроль за водителями мотоблоков. Им разрешено передвигаться по полю и частично по проезжей части без прав на управление. Однако нередко они совмещают приятное с полезным. Управляют агрегатами под шофе. Правда, нам попадались только трезвые водители. В поле зрения инспекторов попал и местный Кулибин. Уже 15 лет мужчина ездит на самодельном тракторе. Говорит, его невозможно зарегистрировать. Мотор от катера, карданный вал от грузовика, рама сварена по собственным чертежам. Ну и конечно, куда без мотоциклистов и скутеристов. Статистика происшествий с участием двухколесной техники в последние годы неуклонно росла. Поэтому и были приняты жесткие меры. Вначале на этот транспорт нужна была регистрация, потом техосмотр. А с лета 2014-го необходимо заключать договор обязательного страхования. Количество ДТП с мопедами сразу уменьшилось. Но не все скутеристы остались довольны. Не, ну в принципе, правильно должны и права быть, и техпаспорт. Ну а насчет страховки, это конечно... Я езжу на нем, ну пускай 4-5 месяцев. А страховку, ну там можно частями брать, но так все равно получается, что иногда попадает на август, то есть два месяца еще поездить, а мне надо брать, что на полгода, что ли. Отсутствие прав тоже распространенное нарушение. В таких случаях составляется протокол, и как минимум на месяц владелец может попрощаться со своим двухколесным любимчиком. Согласно статье, это является грубым нарушением правил дорожного движения. Так как это идет двухколесное транспортное средство, значит опасность при его управлении возрастает во многое количество раз. Значит, должно быть выдано специальное водительское удостоверение соответствующей категории. Если водительское удостоверение не выдано, значит молодой человек не проходил соответствующие курсы, не сдавал вождение на транспортном средстве и не сдавал, не решал билеты. Значит, он, следовательно, не знает правил дорожного движения, и мы обязаны отстранить его от управления транспортным средством. За свои деньги кто-то подали родиться? Папа подали. Мотоцикл «Минск» пришлось отгонять на ближайшую штрафстоянку. Оказалось, что у него еще и техническое состояние оставляет желать лучшего. По пути мотоцикл два раза заглох, а один раз ему пришлось дать отдохнуть во избежание перегрева. В общем, дорога оказалась нелегкой. Материалы по нарушению будут отправлены в комиссию по делам несовершеннолетних. А там решат, к какому виду ответственности привлекать подростка. Окажись на его месте взрослый, меры были бы другими. В таком случае без штрафа бы не обошлось. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Будьте в курсе происшествий Гомельского региона вместе с программой «Де-Факто». До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин